Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам, как быстро посадить крыжовник. Для начала нужно правильно организовать площадь. Наука говорит, что лучшей схемой посадки является 2 метра между рядами и 1,5 метра в ряду. Но маловато места, все-таки мы решили метр тридцать в ряду, иначе здесь не получается, и метр семьдесят в междуряде. Был у своих товарищей, смотрел, считаю, это достаточно. Чтобы ускорить разметку, вот такая рейка, можно, конечно, и веревочкой там или как хотите, но у меня 7 метровые все площади, поэтому одна рейка я сделал на 7 метров и ей пользуюсь. Очень удобно. Положил, не на колочки забивать там и размечаем. Для разметки пользовался дранкой. Дранка, которая имеет, ну, уже поломалась, к сожалению, метр тридцать длина. Вот потом мы размещаем и колочки забиваем. Для того один ряд, второй, третий, четвертый и так далее, сколько вам нужно. Копаем ямы. Ямы копаем не очень глубокие, по размеру корневой системы. Эти недовольные сорта вчера были получены по интернету. Ну, будем надеяться, что они соответствуют своим названиям. Ну, проверяем качество корней, срезаем корневые окончания если они белые, значит саженец должен быть живой. Перед этим они сутки вымачивались в ведре с водой. Ну, после посадки потом обрежем вот так вот, для того, чтобы в следующем году он более ветвился. Значит, заправляем посадочную яму, не травмофоской, порядка 150-200 грамм, но уже рука напитая, думаю, тут не нужно стаканом для меня пользоваться. И две-три лопаты перегноя, перепревшего, бросаем. Это хватит на два-три года, хотя это не говорит о том, что потом мы не будем подкармливать. Перемешиваем с землей, захватываем с краев ямы, значит, с дна, чтобы это однородная была земля. Вот так вот делаем еще углубление и сажаем. При посадке важно, что на 3-5 сантиметров от корневой шейки кустик должен быть заглублен. Можно, в принципе, и больше, потому что крыжовник размножается вегетативно. Даже если вот так закопаем, отсюда пойдет еще больше корней. Ну, вместе с тем не будем слишком ее заглублять, чтобы в холодную не помещать, значит, почву корни. Ну, и вот таким вот образом ее, значит, в дальнейшем необходимо создать вот такую чашку побольшую. Сюда мы будем поливать, подкармливать и так далее, и так далее. Вот это уже посажен у нас. После этого поливаем. У кого чернозем и тяжелая почва, поливать нужно сразу, чуть-чуть присыпав корни, надо залить. Но у нас супесок, фильтрация идет хорошая. Вот сюда ведро воды высыпаю, выливаю и считаю, что это достаточно. На 40-50 сантиметров будет промочена почва, будет хороший контакт корней с почвой, ну и проживаемость, естественно. Каждый сорт мы подписываем обязательно. Берем такую планочку, маркер и пишем, в данном случае инвита, три штуки. И ставим вот здесь все впереди, и это навсегда будет. В дальнейшем все это будет перенесено на план, в отдельную тетрадь, для того, чтобы не попутать, не потерять название, ну и так далее. Вот вы видите, после посадки произвели полив обильный, грунт дал частичную посадку, но ничего, поправим, чуть-чуть щели эти заделаем. Значит, после этого берем планочку и эмульсируем. Вместе с тем, что будет защищено от морозов этим слоем, также проходящие дожди будут промывать питательные вещества, и они будут поступать в корневой системе. Кроме того, это перепревший навоз, практически там все сорняки уже потеряли свою скорость. Уже и не будет в этом слое в дальнейшем сорняков, легче нам будет. Так, после этого промульсируем слегка сосновой хвоей, именно иголочками. Это уже точно, что будет защищено и от грызунов, и отморозов дополнительно, и сорняки не будут вылезать, потому что хвоя, она инертная, не содержит семян сорняков, а будет создавать темноту под собой, и там уже имеющиеся в низлежащих слоях почвы сорняки не прорастут без света. И закончим обрезать остальные, как мы говорили, оставим 5-7 до 10 сантиметров для лучшего кущения весной. Вот теперь мы закончили всю нашу посадочную кампанию, посажено 20 кустиков. Ну, в дополнение, что еще хочу сказать, немаловажно, для того, чтобы запомнить отдельное сорта, кто где находится, у меня каждый кустик подписан, вот, имеет такую надпись на дощечке. Зрительная потом память, проходя 1-5-10, потом уже колышки не потребуются, я буду точно помнить, где какой сорт. Кстати, такую систему у меня применяется и на винограде. Из 180 сортов я помню точно, где каждый мой куст. Всего вам доброго, до новых встреч, я думаю, вам еще предстоят встречи с нами и очень интересные темы. До свидания.